Как и в прошлый раз, мое путешествие начнется с Витебского железнодорожного вокзала. Время в пути составит 3,5 часа. Поеду я на украинском поезде, который делает лишь одну остановку в моем пункте назначения. В этот раз я поеду в СВ вагоне, покажу, что мне предложит проводник, объясню, почему он так боится камеры и расскажу, зачем нас сопровождала вооруженная полиция. Продолжение следует... Ну что, друзья, я внутри СВ вагона, сейчас будет небольшой обзор. В общем, начнем вот с этих вот приблуд. И не знаю, что они значат, но буду нажимать. Ага, смотрите, эта штука отвечает за свет, который вот здесь. Окей, понятно. Эта штука выключить свет. Ага, это тоже эти же лампы. Но это более такой белый свет. Эта штука отвечает за выключить. Вот это вот я не знаю, что такое. Понятия не имею. Что-то нажалось. Может быть, сейчас кто-то придет. Но круто, что есть розетки, потому что у меня много аппаратуры, которую нужно зарядить. И я, если честно сказать, половину из техники вообще не зарядил перед поездкой. Что у нас тут? Полотенце. Напомню, что это украинский поезд. Все тут вот. Укрзалызница. Или как-то вот так вот. УЗ. Везде аббревиатуры. Полотенце. Ну, такие. Махровые полотенца. Вроде нормальные. Две штуки. Две штуки. Напомню, что билет. Билет стоил почти три тысячи. Знаки, что нельзя курить. Динамик. Это я, как всегда для вас. Вешалки. Это штука для того, чтобы запираться у себя в каюте. В вагоне. В целом, ничего так. Итак, друзья. Как вам всем понравилось в прошлом выпуске? Делаю обзор на туалет. В общем, что у нас тут? Кран, на который нужно нажимать. В прошлом, в моей поездке, в прошлом поезде, там был такой, как дома, знаете. Домашний кран. Тут, значит, у нас мыло. Оно есть. Вот оно капает. Зеленая туалетная бумага. Раз. Туалетная бумага. Два. На самом деле, вот этот туалет намного лучше, чем в прошлом. Тут есть такая штука, короче. Это вообще топ. VIP-систем. В общем, вы спросите, что такое VIP-систем, ребят? Все очень просто. Смотрите. Далее. VIP-систем. Никогда не заболеешь каким-нибудь сифилизом. Йоу. Ну, на самом деле, смех смехом, а штука крутая. И, блин, я первый раз вижу, что в поезде были одноразовые стульчики. Автоматически это круто. Здесь, кстати, вообще ничего нет. Наверное, тут должна быть туалетная бумага, но ее нет. В целом, неплохо. В целом, все супер. И, блин, я первый раз вижу, что это домашняя смородина. Это вот называется украинское или украинское гостеприимство. В общем, огромное, огромное, я не знаю, что это, батон с маком и черничное или черносмородинное варенье. В общем, прямо вот так вот по-домашнему, с ложкой такой вот, знаете, как у бабушки. И это все так как бы располагает, знаете, прям такая поездка на поезде. Вот сейчас я буду есть варенье, эту сдобу с маком и смотреть на то, как мелькают дома и маленькие городки. Проводник по имени Александр оказался очень дружелюбным и общительным, но, к сожалению, он очень стеснялся разговаривать на камеру. Он рассказал про свою жизнь, что раньше он был стоматологом и уже 15 лет работает проводником. Субтитры сделал DimaTorzok Так, что касается постельного белья, подушка уже в наволочке, по всей видимости, украинская швейная фабрика. Это у нас покрывало, видимо, которым ночью нужно укрываться. Кстати, бирка как будто новая. Ну, такое ощущение, что одеяло тоже свежее. То есть не сто тысяч летнее какое-то. Собственно, там больше ничего нету. Вот такой вот и свой вагончик, да, староват, но в то же время, как говорится, ездить можно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот как гухомань. Поезд находится у первой платформы Критебской стороны вокзала. Заканчивается посадка на скорый поезд. В общем, город, но настолько небольшой город, что... Это просто как будто я в Припяти отвечаю вам просто... Просто... Знаете, вот здесь подходит слово страшно и интересно. Город, но очень удобный город, потому что, как видите, не нужно вызывать такси. Можно дойти от ЖД вокзала до отеля пешком и не нужно тратить деньги. Здравствуйте, а вы подскажете, как до гостиницы советской добраться? Где она находится? Подскажем. Прямо пройдете сейчас и повернете направо по прямой. Направо это туда или туда? Туда. Ага. Налево. Налево. Смотрите, я вот приехал к вам... Мы так и знали, да. Мы так и думали, что... Ну вот и хорошо. Расскажите мне, пожалуйста, как вам жить в городе Зло? Отлично. Давайте мы пойдем. Правда, что говорят, что это самый матерящийся город? Начинается. Про это мы тоже слышали. Ну да, вот поэтому я приехал, чтобы эти мифы либо разрушить, либо подтвердить. Нет, конечно. В любом городе матерятся. Что вы думаете, в одном нашем? Естественно, нет. Совсем уж про наш городок. Он хоть и маленький, но люди у нас очень добрые, вежливые. Ребят, слушайте, я приехал к вам только что в этот город. Расскажите, чем мне можно тут заняться в городе Дно? Ну... Даже не знаю. Ну... Можно сходить в Дом культуры. Да. Да. У нас здесь есть на автовестной остановке музей исторический. Как бы я там был. Там все красиво оформлено, да. Тоже... Тут, как бы вам сказать... Ну, много куда можно сходить. Какие у вас планы? Вот вы сейчас в школе учитесь, да? Да, да. После школы, что планируете делать? Я собираюсь идти на фотографа работать. Ага. Ты собираешься оставаться в этом городе или все-таки уезжать там в более большой город? Уезжать вообще собираюсь. А ты кем планируешь работать? Я еще не знаю, но я скоро должен переехать туда. В больший город или куда-то... Побольше. Угу. Я понял тебя. Ближе к Москве. Как вы можете охарактеризовать, вот одним словом, буквально, ваш город? Вот, давай. Как вам сказать? Помягче. Ну, можешь сказать, как есть. Как есть? Да. Не приезжайте сюда. А ты что можешь туда? Тут нечего делать. Гулять негде. Все уже знаешь. Тут даже некуда сходить. Угу. Если так. В музеях уже во всех был. Ну, если на день города, да, тут можно сходить. Тут вообще красиво будет. Угу. Все оформлено. Понятно. Друзья, я вот только вошел в номер. И первое, что мне с пыру просто вносяру, это запах просто жесть. Как будто тут жили, я не знаю. Просто как будто тут жили алкаши просто. Запах, знаете, кислого такого алкоголя. Находиться здесь вообще пока что не очень. Тут нету ванны в номере. Тут нету туалета. Все на этаже. Все были заняты номера с туалетами и санузлом в отеле. Прямо в номере. Поэтому на эти числа мне пришлось взять вот просто обычный номер. И честно, есть вот такой вот телевизор Deo. Значит, такая постель. Первым делом я открою Настюшу просто окна и... И попытаюсь проветрить все тут. Ну, вот, собственно, вам номер. Стоимость его 1300. Вот он. Здравствуйте. Здравствуйте. А можете мне такси дать? Такси дать? Такси дать. Здравствуйте. Машинку, будьте добры. Спасибо. Гостиница. Здравствуйте. 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 Какой-нибудь торговый центр тут есть или нет? Нет такого ничего. Дновский районный культурный центр Типичный ДК, как и в других провинциальных городках Сейчас зайдем с вами внутрь, посмотрим, сколько стоит билет И посмотрим, какие фильмы показывают в Дновском районном кинотеатре Собираем крышечки и спасаем жизни Здравствуйте, а не знаете, кандидаты сегодня работают или нет? Здравствуйте, кино? Нет, с четверга Четверг, пятница, субботовская семья Это три дня, в которых показывают фильмы, да? Понял, спасибо Расскажите, а что можно посмотреть в вашем городе? Я приехал вчера и снимаю сюжет, и мне нужно что-то интересное посмотреть Может быть, вы посоветуете что-то? А вот там брошюрки-то вначале не видели? Я что-то не заметил Ну, там афиша висит в приходе Хорошо, спасибо А вы, ну, пару вопросов буквально Вы сама из этого города, да, родились здесь? Ну, да Как вам здесь живется? Двух словах буквально Ну, с родного города никуда не собираюсь уезжать Прямо вот собираетесь тут до конца своих дней прямо жить Так возраст-то уже какой Ну, никогда не хотели перебраться? Ну, по молодости как бы хотела, но не перебраться, а вот перебраться именно вот сюда вот в центр, а так нет Как открылось отношение к жителям, там, Москвы, Санкт-Петербурга, вот? Ну, а как люди везде, наверное, одинаковые Почему? Я понял Должно быть какое-то особенное отношение Нет, ну, просто вопрос, что многие люди реагируют, ну, типа, там, они зажирались, там, москвичи, там, казалось Ну, может быть, а я считаю, везде есть такие, которые Как можете охарактеризовать свой город, ну, буквально одним словом? Замечательный город И люди в большинстве своем тоже замечательные Во всяком случае, хочу сказать, что мне попадаются большинство хороших людей Мне тоже многие говорят, что в городе, но хорошие люди Ну, бывают, конечно, исключения Но вы, кстати, подтверждаете эти слова Спасибо Спасибо большое за разговор Да, я за что Понедельник, не киношный день Четверг, пятница, суббота Это те дни, по которым идет в городе Дно Фильмы в их Дновском кинотеатре Я вот только сегодня приехал в город Дно, по вам, я турист Подскажите, что можно посмотреть у вас в городе? Здравствуйте Начинайте с автовокзала, там, этот музей Ага, а музей железной дороги? Ну, как, город Дно В автовокзале расположен краеведческий музей Кроме этого, сейчас занимаются активным благоустройством Поэтому можно посмотреть всякие малые памятники Плачущий ангел на месте, где во время войны погибло очень много людей Это тоже близко к железной дороге Можете посмотреть поклонные кресты В честь отречения императора от престола Можно дойти посмотреть наш храм Он тоже у нас такой замечательный В 18 веке, можно пройти посмотреть просто малые архитектурные формы Которые расставили по улицам Ну и, в принципе, посмотрите в основном на жителей Как вообще жизнь в этом городе? Мне очень нравится Почему? Во-первых, мой ребенок имеет возможность развиваться всесторонне в этом городе Расти на природе, гулять Видите, у вас незнакомое лицо, мы сразу же обратили на вас внимание И мы сразу улыбаемся И все люди Очень приветливые Конечно, вы знаете, можно рассказать вам притчу про то, как муха и пчелка вылетели на луг И пчелка закричала О, боже, сколько цветов, а муха, боже, кругом один навоз Так и здесь Кто хочет, конечно, найдет и трущобы, и алкоголизм, еще что-то Но это нужно поискать В целом, мне очень нравится Уровень образования плохой, очень хороший Люди стараемся развивать культуру Каждый ищет и находит то, что ему интересно Я вот, когда перед поездкой в ваш город, почитал в интернете какие-то интересные факты о городе И один из самых первых фактов вырезало то, что город Дно – самый матерящийся город Вы знаете, я считаю, дело все в том, что в этом городе всего 8 тысяч населения Но если вы, например, войдете в популярную сеть ВКонтакте и наберете место проживания город Дно То вам вылезет более 150 тысяч человек То есть наши люди слово «дно» ассоциируют прежде всего не с местом географическим, каким-то объектом на карте А они его ассоциируют с неким состоянием души, я вот так сказала И поэтому люди, которые пребывают в этом состоянии души, естественно, ненормативная лексика – это основное свойство общения У вас такая хорошая речь, кем вы работаете? Главный инженер проектов Ну вот это чувствуется, что вы на какой-то хорошей должности, потому что и говорите классно, и речь у вас хорошо поставленная Спасибо за разговор, было очень приятно с вами пообщаться И еще посмотрите, вот за этим домом 50-ю школу Вот она заверните, шикарная школа Так, ну что, друзья, вот эта школа, про которую мне рассказывали местные жители Выглядит действительно новой Ну, выглядит неплохо Вот такие вот дома в этом городе У меня почему-то идет сравнение с городом Припять Старые, советские, никому не нужные уже, доживающие свои последние годы здания Ну что, я думаю, что тут особо не будет отличаться ценник, например, от Питера или Москвы Потому что это все-таки супермаркет, который держит цены на уровне всех городских Поэтому А вы мне подскажете, цены в этом городе такие же, как и все в других городах, или они отличаются? У нас журнал, он оденет тот же Ага, то есть, если я, например, приеду в Санкт-Петербург, цена на этот же продукт будет такая же, правильно? Хотелось бы наделиться Понял, спасибо Спасибо Сейчас, короче, ребят, пока с вами болтал, иду обедать вот в это вот место Будьте добры, пожалуйста, солянку Капусту Капусту Тушеную С печенью С печенью, да Играет музыка. спасибо я просто так не могу мимо пройти друзья посмотрите парикмахерская ольга да но не все так просто потому что если ты не хочешь 30 ольги можно стричься у кристина парикмахерская ольга и кристина выбирай закрыто все но ничего есть парикмахерская ольга здрасте я хотел хотел узнать сколько стоит стрижка вас мужская вот для меня я понял хорошо спасибо спасибо к сожалению друзья подстричься мне не удалось потому что рабочий день парикмахера закончился но если вы поставите 10000 лайков на этом ролике я обязательно подстригусь следующем провинциальном городке 10000 лайков и вы увидите как стригут парикмахеры в провинциях вчера вечером я как раз прибыл здесь остановился поезд я вышел здесь вот здесь вот шел вот это станция только уже днем вы все видите сами станция дно сейчас хочу вам показать как он выглядит внутри что тут интересного находится что продается вокзал на самом деле неплохой достаточно чистенький ухоженный сейчас мы заходим зал ожидания ну прямо знаете как каком-нибудь советском фильме вот знаете вот этот антураж вот к сожалению камера не может передать вам всю вот эту вот полноту ощущения да но такое ощущение как будто я попал в прошлое вот здесь вот время полностью остановилась ты если закрыть глаза и послушать тут такой легкий гул и ощущение как будто я нахожусь как будто я не живу знаете как будто я где-то там далеко то есть это кстати их автобусная автостанция здесь вот стоят две машины такси мне кажется что это все такси которые есть в этом городе две машины потому что большинство людей как я заметил передвигаться на велосипедах город небольшой поэтому зачем тратится на такси когда реально можно сесть на велик тем более в такую зиму как она у нас было их смело бесплатно ездить как я понял вот это вот самый большой торговый комплекс который у них есть но начнем с того что это в принципе вам вся площадь основная главная вот и это типа торговые ряды и торговый дом короче типа их сумму ощущение от этого города у меня остались очень странные не могу сказать что этот город мне не понравился но и каких-то положительных эмоций он мне не дал старые советские полу разрушенные постройки отваливающиеся куски бетона от гостиницы на каждом углу пятерочки и магниты как мне кажется единственное почему этот город еще не канул в лету это железнодорожный вокзал и сама железная дорога через которую проходит поезда в украину в беларуси город но оказался обычным провинциальным городком откуда молодежь мечтает поскорее уехать а пожилые люди доживают свою старость меня зовут александр жучкин спасибо за просмотр если хотите чтобы я приехал ваш город обязательно напишите это в комментариях до новых встреч пока